Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. А сегодня я буду ведущим и со мной в эфире благословенные служители. Это Петр Аполосович Назарчук. Приветствую. Рад приветствовать вас, дорогие друзья. А также мой новый друг, мой старый новый друг, пастор Дэниэл Чо. Также приветствую тебя. Очень приятно с вами побыть вот здесь. Прошлая неделя была «Благословенная неделя». Интересно, насыщенно, потому что некое событие произошло в Портленде. Мы возвратимся к этому моменту. И, кстати, друзья, я сделаю анонсировку о том, что служение пастора Сойон Гуро Чорч, это пастора Пил Дю, оно вещается у нас на телеканале. Вы смотрите это служение, так сказать, несколько раз в неделю. И поэтому я знаю, что служение, проповедя беседы пастора Пил Дю, это корейская церковь из Бусана, она служит благословением. Вы заказываете программы пастора, спасибо вам, что вы интересуетесь этим служением. Но начало было положено этому служению, то, что у нас возникли с вами отношения с корейцами, не только у импакта, но в целом у славянского народа на североамериканском континенте. Да и в России тоже, не только, да и в России. Было положено двумя служителями, это вами, это вами, это Петр Аполлосович с тобой и пастор Дэниел с тобой. 25 лет назад что-то произошло или 27? Каким-то образом Бог, всегда, когда Он что-то делает, Он делает это уникально, Он познакомил тебя с корейцами. Да, вы сами знаете, что в моей российской жизни, как уже 25 лет. 25 лет ты в Москве, ты не только в России служишь. Да, и вот очень интересно в том, что вот это Петр Аполлос, Аполлосович, да, и он есть первый человек, первый служитель местный, с которым я познакомился. Это где-то в 94-м году. В конец 93-м. Да, да, и это первый служитель. Как это произошло, брат Петр Аполлосович? Удивительным образом. Как-то Бог дал эту встречу, и все благословенно было после того, когда мы имели эту встречу, Он приехал к нам в церковь, побыл. Это было где? В Вологде. В Вологде. Да, я имел туда служение в Вологде, там приделся, поехал с Киева, у нас там служение. И дал Бог вот эту чудесную, прекрасную встречу. А затем Он пригласил как-то в Корею, когда мы побыли в Корее. Еще в то время? В то время. Вот это, да, интересно, интересно. И еще. Я оттуда приехал, и я рассказываю всем, я как-то был такой восхищением, в большом восхищении, насколько народ ревностный, гостеприимный. Особенно меня заинтриговала молитвенная часть этого народа, этой нации, будем так говорить. Я рассказываю людям, никакой реакции, ну да, ну хорошо. Я понял, когда я переговорил, рассказал тоже пастору Данилову, можно ли сделать такую программу, чтобы служителей, ну, побыли там, увидели, окунулись в это состояние. И когда он говорит, давай это сделаем, и мы с Россией, одну группу, мы действительно работаем, они приезжают в этом же восхищении и передают церкви. Это в каком году первая поездка была у вас с пастырями? В 1975-м году. Интересно, интересно, интересно. Ну, знаете, еще, кроме того, да, и когда в 1975-м или 2006-м году, вы сами знаете, что очень многие славяне и стали как-то переезжать в Америку и Европу. Ну, это мы переехали туда. Да, и тогда я видел, как Божья рука, которая ведет многие массовые наши славяне в Америку, а мне тоже обратили некоторые верующие, что пастор Данилов, что надо сказать им на американское консольство, посольство, да, и что надо. А тогда я еще стал молиться, господи, ты ведешь очень многие народы для твоих делах. Господи, дай мне, еще когда время настанет, дай мне послужить эти славянские народы в Америке, потому что ты готовишься в новое поколение, как новый мег для нового вино. А молился, потом оказался, понимаете, пастор Петр Аполлович, он как раз, он уже как переехал в Америку. И потом, немножко у нас не было связи, и потом он приглашал меня в Америку. Да, и приезжающий обязательно посетить вот эту нашу славянскую церковь. И особенно центр славян это сакраменто. Да, сакраменто. И потом я оказался вот здесь. То, что я молился, я это видел, то, что господи, исполнил и осуществил это в Америке. И потом сказал, господи, дай мне служение, и вот служить здесь, и хоть короткое время. И потом молился, господи, это не мои силы, господи, мощные, помощные служители из Кореи, господи, ты еще дай мне, чтобы он здесь как-то содействовал, послужил. Расположился. Да, и потом бог еще знакомил пастору Джон Пильто, это терпевь Семна, который здесь регулярно еще его проповедь идет. И чудным образом, господи, вот это все связал. И теперь, да, до сих пор мы несем служение, ну, хоть один раз в год. То есть всегда, когда пастор Пил Дюй в поездках по Америке, сопровождаете его пастором Данилом. Ты прилетаешь с России, так как это было последний раз. Да, да, да. Петр Аполлусович, ряду из наших зрителей известна та история, которая произошла. В связи с твоим здоровьем. И ты имел серьезное заболевание. И каким образом снова же связь с корейцами, ну, и господь, который руководит всеми, каким образом он сделал чудо. Никогда не думал, что я получу такое благословение через корейский народ. Я все понимал, я видел, но мои все намерения были, почему я с Россией ехал. Я уже понимал, потому что это произошло в молодые годы, когда я с почкой имел эту проблему. И здесь уже находился на диализе. Эта болезнь называется... Гломеролонефрит, хронический. Это то есть... Двухфазный. Понял. И в простонародье он называется... Слово это ты применил. Да. Двухфазный глломеролонефрит. Адаярис. Диализ – это уже когда почка полностью останавливается, или там процентов 5-10. Рекомендует при 20% когда работают еще почки, уже переходить. И у тебя был вот такой диагноз? Да. У меня был он после сразу, когда в армии брали, и все это произошло. Оббитая была левая почка. То есть в армии издевались так, что... Ну, они... Как издевались? Я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое. Я знаю, да. Да. Офицерские сапоги. С офицерского сапога на сапог. С офицерского сапога на сапог. Когда в 81-м году я служил на Дальнем Востоке, на Банне, очень интересная встреча у меня была с корейцами. Из Северной Кореи перевезли офицеров, и они служили в Советской Армии. С северокорейцы. И Старлей, он был помощник замполита, старший лейтенант кореец. Когда он узнал, что я отказался от присяги, почему-то Бог расположил сердце этого корейца. Он был коммунист до корней волос. Кстати, на тебя похож, но корейцы все на лице. И что интересно, что его подослали ко мне, потому что он был каратист. Он владел поясом каратэ, черным поясом. Я не знаю, откуда это пошло у корейцев, но очень многие корейцы, они занимаются таким видом спорта. Однажды он говорит, я буду демонстрировать тебе, что тебя ожидает. И подбрасывал табуретки, такие офицерские и солдатские, крепкие, и ногой, ударом ноги разбивал в щепки. И вот он демонстрировал, демонстрировал. И затем он однажды говорит, я хочу с тобой лично поговорить. А у него такой акцент был, как и у тебя похож. Но это не ты был. Нет, у него московский акцент. У тебя московский акцент. И началась у меня с ним беседа. Он привел меня к себе домой, налил чаю, налил чаю, и говорит, расскажи мне о твоем Боге. И вот тогда он настолько расположился ко мне, уважение, настолько у него появилось уважение, и благодаря этому событию, то, что Бог расположил его сердце, меня как табуретку сапога на сапог не бросали. Он забыл об этом. Он забыл об этом, совершенно верно. Но у тебя, над тобой издевались, как ты говоришь, коммунисты. Да, я голову прятал, а вот по почке по левой досталась, она опущенная. И безвыходное положение. Я искал в Пакистане, я искал в Белоруссии, я искал в России. Не донора, а где бы сделали операцию. Все эти страны делают неплохо довольно. И нигде не получалось. А когда в Москве встретился с профессором, он говорит, слушай, я хорошо делаю. Я, ну, у меня 50 на 50. У вас в Америке, говорит, 80 на 50, то есть успевай, результаты после операции, потому что очень важно, как ты еще будешь после операции. А вот в Корее, говорит, стопроцентно. Я тебе скажу, он никаких не знал связей, он как пророчески сказал, что вот в Корее, я возвращаюсь, это в Москве было, возвращаюсь, после донора, он спрашивает, ну, как встреча пошла, потому что я настроился уже там, и сестра приехала, чтобы там сделать. А эти слова я передал, после донора, все, Корее будешь делать. Я говорю, да я никогда не думал. Интересно. И он тут же позвонил, а пастор Чонг, Чонг Пейдор, уже три года молился об этом. Мы ездили, я совершал труд. И он знал, он знал, что ты взял. Он узнал, он видел, сколько раз приходилось мне и терять сознание, и быть вне себя, три раза конкретно вне себя, это благодаря жене, я, наверное, вернулся. Но Бог это все допускал, Бог это вел. И я благодарен Богу, что он не дал, не дал упасть духом и прекратить какой-то труд. Как я трудился, сколько Бог давал силы, так я и продолжал. Он свидетель. И пастор Чонг... Но сил уже практически не таких не было. Да, было слабость большая, кто на диализе не знает, но я одно прошу. Мои дорогие друзья, кто находится, проходя этот путь, если Бог допустил, не унывайте, у Бога все есть. И почка есть, и здоровье есть. У Бога все запасы, кладовые, Он дает тому, кто нужен в перспективе для труда. А если нам сдаться, это, конечно, не весьма успешный такой вывод. И я благодарен Господу и вам, дорогие друзья, и вам, брат Юра. И брат Юра еще... Это Господу, потому что, знаете, я так понимаю, написано в нуждах святых принимайте участие. И когда мы услышали, мы не только молились, так искренне, в своем узком кругу, но мы также понимали, что в нуждах святых мы должны принимать участие. Вы знаете, как апостол Павел тоже сказал, что Бог учащающий тем учащением, учащая нас, чтобы мы учащали и другие, которые находятся в такие скорби. И так и получилось со стороны корейской церкви. И я всегда тоже стараюсь, чтобы весь корейский церкви, они больше внимали славянские народы. И Россию, и Украину, еще Белоруссию, еще там, Молдавию, страны СНГ. Это мое вот суждение, мое стремление, когда я нахожусь не в России, а в Корее, или в Америке, любое место. Я так и молился, но, знаете, его проблемы, почки, и в этом был очень глубокий замысл. Замысл в том, что это церковь все равно, вы сами слушали, и член, только зарегистрированный член церкви больше 120 тысяч. 120 тысяч на сегодняшний день. Они стали молиться, потому что Петр Аполловский, он в таком очень сильном состоянии, все стали молиться, еще, церкви еще уделили, еще там, еще, вот это, бюджет, средства для операции, стали больше молились, знаете, как Писание говорит, что где твои сокровища, там еще сердце, да? С этим образом они ревновали молиться во главе пастора Чен Пильто, еще пастор Ли Кюхен, ведущий пастор, все молились, стали больше внимательствовать славянские народы в лице Петра Аполлосу Витя, еще больше стали любить, понимаете? Славянский народ. Да, да, да. Если это не было бы, да, не такое особое такое какое-то внимание, потому что их очень много народов. Это послужило действительно. Это послужило, да, да, да. Больше 120 тысяч, и когда уже закончилась операция, когда мне пришлось сказать благодарность церкви, потому что многие молились. Все это и вопросы. Три раза приезжал, посещал меня. Это невероятно, потому что большая церковь, они хотят видеть, к нему было подойти сложно, он загружен, график плотный, очень плотный, я не знаю, как он выдерживает. Но когда я в церкви, любой член церкви этой, они знали, пастор Петр, мы его рады, пастор Петр, я их лицо не знаю, они знали. Это чудесно. И, брат Петер, благодаря твоему участию в служении Сойонгоро Чорч, из Бусана, Клейской, у нас на импакте. Да. Благодаря тебе. Это тоже Господь. Ну а как же, ну а как же, да. Это Господь сделал. То есть, и потом, и потом уже, когда все это состоялось, пошло тебе, резко пошло на поправку. Ну не сразу, конечно. Практически, я за первые 5 суток потерял больше 10 килограмм, не паундов, килограмм. Это 20 паундов. Да. За первые 5 суток я находился под колбаком, и ко мне практически не врач, никто не мог сойти. Только они, если врач заходил, то весьма плотно все как в космонавтике переодевались и заходили, чтобы не было инферции. И вот в этот момент, когда я почувствовал, что моя почка, которую подарила мне сестра моя, Людмила, которой я тоже весьма признательный, я не хотел это делать. Ты уже готов умирать. Я был настроен, я знал, что Бог может. И думаю, зачем мне донорское, если у Бога есть эта почка, зачем, чтобы они страдали, чтобы моя сестра или там жена, кто мне предлагал. И нашлись люди, Юра, ты знаешь, к удивлению, 5 человек, которые здесь в Сакраментое живут, в нашей церкви, они сказали, Петр, если почка моя нужна для тебя, кто ты говоришь, она знает, ты только скажи, они были готовы. Ты видишь. ты видишь. Ну, эти друзья, сегодня живые, неохота фамилии называть, мне просто, здесь сказать, кто это, но они просили, чтобы называть. Это только Господь может делать. Только Господь расположил, но я от этого был далек. А сестра, настолько настоятельная, пастор Даниил знает, она просто сказала, если, Петр, ты это мне не разрешишь сделать, я знаю, что Бог употребляет, я хочу быть участницей в твоем служении. И она это сделала и с радостью сделала, и сегодня она благодарит Господа, чувствует себя прекрасно. Это равносильно, что кровь, донор, и через некоторый момент восполняется, и все. Я благодарю Господу. Да, 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 слава Господу. То есть получается, что организм имеет такую Богом установленную возможность восполнять, восполнять. Восполнять. Врачи говорят, что почки расшитаны на тысячу лет. На тысячу лет? Одна почка пятьсот лет. Почка на тысячу лет? Если с ней правильно обращаться, не так, как со мной обращались, правильно ее хватать. И если кофе лишнего не пить? Наверное, и сало, и сало. Почему сало? Можно сало, да? Надо кушать. Но я, с другой стороны, понимаю, теперь я понимаю замысел Господа моего, в этом практическом вращении жизненного пути это Бог укрепил. Правильно пастор Даниэл сказал. Бог укрепил через это наши отношения. Они насколько полезны. Недавно произошла вот эта конференция. Мы только вернулись с Портленда. Межштатная молитвенная конференция, где выучил Юра. И я вижу, как пастор Чон, он ради этого приехал сюда, преодолел пожалую. Да. Несмотря на то, что он отдал свою жизнь в созидании церкви, которая сегодня 120 тысяч, с двух семей, его третья семья. И вот за его жизнь Бог так его благословил в труде. то есть впечатляет меня то, что он не делил, не брал у соседа, не брал у соседа, начал с двух семей. Меня это не просто впечатляет, для меня это показатель подлинности и истинности призвания на этом служителе. Аминь. Да. И он молитвой, слезами, он говорит, если мы наших слез, говорит, мне было прямо сказано, пока ты не наполнишь эту комнату, в которой они начали свое служение, слезами не будет успеха. Он говорит, он был человек образован, мы закончили университет, закончили семинарию, это уже где-то около восемь лет на то время. И он тогда начал служить и Бог проговорил пока ты не наполнишь, я не смогу наполнить. У него мечта была, чтобы большая церковь. И он молился, несколько лет и Бог дал ответ пятьсот человек, две тысячи человек членов церкви и так дальше. Но он продолжал молиться и Бог продолжал наполнив церковь. Вот, братья, Бог наполнял церковь. Мы склонны, мы даже здесь с некоторыми служителями беседовали после посещения, нашего посещения, где вы прекрасно нас принимали. пастор, в Корее. Так вот, мы беседовали и некоторые из наших служителей меня на ухо шепчут, ну, это их культура. А я его одернул прямо в эфире и говорю, это не культура, это молитва. Это молитва. Мы восхищались, в свое время восхищались, когда мы читали, когда пастор в Сеуле, этот знаменитый пастор, когда он о молитве описывал, что они много молились, и мы так себе рисовали. Ну, понятно, надо что-то ему там писать. Надо писать молитву, но там же есть другие секреты. Он говорит, молитва. Ну, понятно, ты говоришь молитву, ты нам секрет открой. В чем успех, количество и влияние, и финансовое обеспечение. Он говорит, молитва. Ну, понятно, ты там свое говори, ты нам секрет открой, куда руку запустить, в какой карман, чтобы финансы были, чтобы успех был. А он опять спокойным голосом говорит, молитва. И поэтому я братьям этот пример приводил, что говорю, здесь не культура корейская. Я не согласен, здесь что-то другое. Многие опираются, что это как бы Корея была буддистской страной, и вот это же передалось. А почему у нас не передается? Ведь же у нас поколение раньше, ваш папа Юр, они были испытаны верой. Ну, а как же и дедушка, и дедушка, продержались, так и мой дедушка, и мой отец, продержались и укрепляли христиан. Почему эта культура наших молодых не весьма так пролевает? Нет. Но мы сегодня, кстати, большой радостью, мы вернулись с молитвы, в 6 утра была молитва, а ты молодежь. Родители дорогие, я удивился, что ваши детки сегодня и немалое количество, они регулярно, в Вифане, в церкви в Вифане. В Вифане, но там были из других церквей, да, прямо на бизнесе. Ты видишь. Собрались, и такая молитва благословена. Вижу, так они со слезами жаждут, чтобы Господь благословил. Безвестные, в основном безвестные, те, которые работают и молитву делают в 6 утра. Жил Господь. То есть, это пойдет, но один из них сказал, это я организовал, я когда побыл в Корее, молодой, один из молодых, когда побыл в Корее, сегодня рассказывал свидетельство, пастор Даниэл, говорит, вот это мне побудило сделать. И я уже рад, что есть какие-то плоды. Я знаю, и с того побережья тоже это сработало, но вот визуально увидели, окунулись, и есть результат. Я благодарен и пастору Даниэлу, что Бог так дал. Да, если кто-то еще там кто-то скажет, что вот корейцы такие, ну, трудолюбивые, да, или еще как-то рано так это еще встает. Нет, здравствуйте, братья, это не так. У нас безвыходное положение, да, корейцы не работали, не трудолюбивые. Дела нету, при 50-60-70-х годах выпивали, казы, улицы казы, на проезд, иди в переулке, да, еще драк, еще скандал, ночи, дела нету, бедно, и, мы не люди, люди ленее выглядели, но это было, я это сам, как история, да, я сам это действие все видел, и еще, это я в курсе, я все, связи, но, в конце 60-70-х годов, действительно, вся корейская церковь, от малого, начиная, и молились, умоляли Господу, и стали, буквально, все корейцы стали, как трудоголиками, день и ночи работающие, видишь, и еще молятся, рыдовать, ну, рыдарь, 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 это просто можно сказать, вопию Господу, это пошло, и потом, согласно именно духовное пробуждение, еще экономика, тоже еще там, как мы просили, и Господь, так все отвечал, и поэтому, я хотел, чтобы вот, вот это наше, вот здесь, слепая церковь, и тоже, кто сейчас ревнует, но, хоть мало, да, сегодня, как рано утром, я, первое, я вижу, что 6 часов, молодые, одни молодые, молятся, не 1 минуту, да, и минуты, 10, 15, 20, продлилась, за 1, 1 молитву просто, и я хотел поддерживать, это все, моляйся, переживая, болея, своей родиной, своих родных, вы не падаете духом, и ваша молитва, ни один слово не пропадет, и в течение, вот, ну, несколько, вот годы, будет пробуждение, подъем, то есть, в молитве очень важно, в постоянстве, очень важно, потому что, зачастую, мы, дабы достичь результатов, особенно, это касаемо, молодых служителей, я общаюсь с рядом, молодых служителей, ну, и сам еще не сопричисляю себя, крепко пожилым, я общаюсь с рядом, из них, я вижу такой тренд, такую тенденцию, быстрее достичь результатов, быстрее, быстрее, и, то там конференция, то там Бенихин появился, надо же быстрее голову, под его руки подставить, там еще какая-то конференция, еще под помазанника, руку подставить, мы хотим, как в макровей, в макровей, вставил в макровей, чтобы за минуту тебе все вскипело, а оно так не работает, мы смотрим на результат служения, пилдю, мы смотрим на результат служения, показателем для славян, является служение церкви Вифания, служение Адама Семеновича, я ему лично говорил, в эфире говорил, не для красного словца, чтобы похвалить, но это феномен, это феномен, результат этого служения не есть сиюминутный, мы сейчас приезжаем, мы восхищаемся, мы в Бусане, ух, какая церковь, ух, какой, ух, смотрите, мы охаем, ахаем, охаем, ахаем, или в Вифанию, мы приезжаем, мы говорим, ох, ох, обожите, это не стало вчера вечером, это не произошло обернайт, мы говорим, результатом этого является постоянство, усердие, система, систематическое, как мы применяем это слово, вне этого результаты будут плачевные и маленькие, если мы будем гоняться по конференциям, под чьи руки голову подставить, но сами не будем пребывать систематически, регулярно, постоянно, стейбл, как мы говорим, стабильно, стабильно, стабильно не пребывать в таком состоянии молитвенном, так сказать Господь, результаты будут чуть-чуть, но наш Бог, которому мы служим, это не Бог чуть-чуть, мы не служим Богу чуть-чуть, мы служим Богу много, нашего Бога очень много, его много и здесь, среди нас сегодня, правда его много, и в нашем сердце, и в нашем духе, его очень много, и если мы, если на расстоянии нашего сигнала, нас смотрит сегодня рожденный свыше человек, рожденный свыше, исполненный Духа Святого, пребывающий в Боге, в слове, в молитве, такого же Бога, как мы имеем, имеете и вы в вашей комнате, то есть так же много его, потому что, когда я говорю так, когда мы принимаем Бога, когда Господь приходит в жизнь человека, в момент покаяния, в возрождение, Бога не приходит чуть-чуть, его приходит много, зачастую мы ограничиваем его, и мы думаем, мы его чуть-чуть, мы имеем чуть-чуть, Писание говорит, что у нас неисследимое богатство, непостижимо, неисследимое богатство, премудрости, славы, благодати его, неисследимо, то есть это очень много, очень много, и поэтому действительно, возвращаясь к мысли, что если мы приняли Бога чуть-чуть, вместе с ним входит в наше сердце, в наше служение, в наше мировоззрение, в наше семье, во все наше, вместе с ним входит богатство его неба, но оно достигаемо усердием, постоянством, молитвой, ну и годами, ну и годами, ну и годами, мне бы хотелось в 20 лет иметь 120-тысячную церковь, но оно так не бывает. Еще важные задания, славянские церкви, особенно в Америке, да, в Америке, и потому что я вижу, я вижу, что вот последнее это время, вот сейчас последнее время, сейчас в Америке, по всей Европе, самое горячее, настоящее, живое, такое святейство об Иисусе Христе, о Господе Иисусе Христе, своей реальной жизни, да, у славянской церкви, потому что, смотрите, где найдете, вот такие, у нас явные, четкие, конкретные святейства о Господе. Наши славянские народы, они пережили все гонения, притеснения, и страдания, несправедливые, да, в советском режиме, еще, они еще преодолели и победили, а Бог выбил массовые народы, наши славяне, в Америку. Для чего? Для того, чтобы это, живое святейство, они святействовали об Иисусе Христе. А это очень значительно, поэтому скажем, что сейчас наше, хотя это славянские церкви, да, это очень важно, потому что великое, такие, воссуждение, уже поручено славянской церкви. Почему, почему в сердце пастора, Пелдю, старшего пастора, почему оно привязано, ну, к славянам? Ну, я понимаю, ты все это перечислил, и, брат Петя, ты говорил так же, но оно привязано к славянам. Почему? Может, он даже видит, он видит, что результаты не столь, как он хотел бы видеть результаты, но его просто... Он видит, он видит, это Божья воля, если, вот, внимательно, если Монголия, да, еще там еще Монголия, или Камбодия, или где-то, но Африка, или вот Меск, или другие страны, Азия, да, Африка, есть там еще плавающие воли... Вы сами, Северские страны, Китай, куда он ездит. Много, да, много вкладывает. Много, но так и остались. Это история. Но сейчас, смотрите, славянские, вот эти, эмигрантские церкви, да, в Америке, чуть-чуть Господь благословил, дал, а уже эта славянская церковь мировая значительная. Она стала сейчас источником благословения, которые благословятся все племенно земные в наше время. В общем, Мексику, Африку, по всей Азии. Ты прямо как за Авраама говоришь. Авраам, да, это 21 веке. После Авраама это уже славяне, да? славяне. Хорошо. И поэтому он это видит в важности, понимаете? Для славянина ничем не удивляется в этом свете. Ни Европы, ни Африки, ни Азии. Это намного выше, понимаете? И духовное, рвение, кречи, да, еще там, любовь, и такие вот, такие стремления к Господу. Это у славянской церкви. Ну, все ревную, да? Все ревную, да? В Африке, Азии, везде ревную. Но смотрите, здесь сразу вот наши славянские церкви стали у тебя бессмертные. Внимает. А еще не только вот здесь, да? Российская Федерация, многие церкви в числовом состоянии, они ревнуют, они тоже, они тоже делят миссионерские поездки в чужие страны, в стране семьи. Но, но позволь мне возразить, позволь возразить, по, я в тему буду говорить, я не тем, но я в тему, смотри, и помоги мне в этом разобраться, помоги разобраться, и Петра Павлович, ты тоже мне помоги разобраться прямым нашим эфирем, да? Смотри, по материальному обеспечению, по уровню жизни, материально, экономически, Америка стоит выше, чем Северная, что, Южная Корея, да, Южная Корея. Но, что за феноменты, то вы, мало того, что вы строите идеальное, идеальное церква ваше, то есть, это не какие-то полуперекошенные, да, то есть, там, там, настоящее строение и живопись, как мы говорим, и это архитектура, и красиво, и дизайн, и все, смотришь и радуешься, в какую церковь, не посмотри корейскую, или в университет ваш, чего только стоит, да, это не просто четыре стены поставили, но там сердце вкладывается, я к чему, огромные финансы, огромные финансовые использования, и мне говорят, ну, у корейцев больше денег, ну, я же знаю, я же, я же не новичок в христианстве, да, я возражаю, говорю, ну, по GDP, по GDP, Америка на первом месте, да, Корея, Корея на 12-м или на 13-м месте, по GDP, это валовый продукт, если Америка имеет валовый продукт, если так перевести уже в экономическую плоскость, 15 триллионов, 15 триллионов, ежегодно, это огромно, никто не имеет, сейчас на пятки наступает только Китай, у них 13-12, но уже догоняют, Корея же, насколько мне известно, это 5 или 6 триллионов, это в три раза меньше, 5 или 6 триллионов годовых, так вот, по уровню жизни, экономически, вы не стоите лучше, чем стоим мы, но вы жертвуете намного больше, чем жертвуем мы, я ни разу в Корее не видел, что для того, чтобы отправить миссионера, без поддержки, для того, чтобы отправить, вы печете пироги, чтобы продавать на улицах, или пельмени, лепите, чтобы продавать, или моете машину, вы этого не делаете, вы жертвуете. Имеется в виду при церкви. При церкви, да, да. Брат Фетя, понял мой вопрос? Помогите мне разобраться. Помогите мне разобраться. Это, да, еще, это, почему так? Ну да, почему так? Потому что, это, 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 сила церкви, или мощность, да, духовная мощность, финансовая мощность, она не зависит от количества член-техни, не зависит от какой-то финансовый приход. Это все зависит от нашей жизни. Когда веру имеешь, тогда все можно, все совершить. Можно. Я тебе отвечу, как о молитве мне говорил. Я понимаю, Вера, ты мне скажи, ты мне скажи, где деньги берете. Но, вы сами знаете, это наша практика. Практика, что, ну, в многом случае, не всегда, но в многом случае, богатые люди не приносят жертвы. Не приносят. Не так. Это не значит, что Самсун или Симонс президент каждый месяц по миллиону или по десять. И когда мы видим, что неожиданно, больше, больше, но сами нужнащиеся, они больше избили, приносят Господу поджертвование на боже дела. Ну, вот смотри, практически. Практически, да. Вот смотри, например, среднемесячная зарплата в Америке, среднемесячная, если работает муж и жена, ну, это я говорю 80% жителей, ну, среди славян. Если работает муж и жена, ну, пусть будет пять тысяч, ну, пусть будет шесть тысяч, ну, если какой-то бизнесмен, ну, до десяти, но таких немного в месяц. В основном это пять тысяч, пять-шесть, это, я же, я же живу среди славян, я же знаю. У вас среднемесячная зарплата меньше, насколько я понимаю. Ваш доход семейный, если муж и жена, это три-четыре тысячи максимум. Я прав или я ошибаюсь? Это уже даже хорошо. Это даже хорошо. Это даже хорошо. То есть, и вместе с тем, вместе с тем, проекты, которые вы делаете, глобальные, аутрич проекты, отправка миссионеров, ваша церковь имеет полторы тысячи или две тысячи миссионеров на фулл-тайм. Это 25 тысяч. 25 тысяч? Десять лет назад. На фулл-тайм? На фулл-тайм. На фулл-тайм. Да, никакие бизнесы не занимаются, миссионерствующие. И сейчас вот где-то около 30 тысяч миссионеров постоянно находя... От вашей церкви? Нет, пастор Даниил имеет в виду от Южно-Корейский. Ну я понял. Но я говорю от вашей церкви только тысячу миссионеров отправка. Полторы тысячи. Полторы, да. То есть финансовый феномен в том, что у вас больше и вы даете больше, это не срабатывает. Это не срабатывает. То есть это не аргумент, что у вас больше денег, вы все миллионеры. Не-не-не-не. Наоборот. Наоборот. Я скажу, что в этом как раз вот в Потр-Ладе произошло это безштатная такая мальтин-конференция именно в этом вопросе тоже стакивались. И пастор Джампельто он дал такие вот очень простые логики. Если ты наполненный Духом Святым, да, и тогда тебе наполняется верою в Бога. Если наполняется верою в Бога, у тебя соответственно еще наполняется любви к Господу. Сколько ты любишь, да, столько ты веришь, и у тебя есть вера. Сколько ты любишь, да, это не так просто. И, ну, здесь он немножко он стакивается. Ну, здесь обычно еще положит еще там доллары, вот это позитивование наслужение. Нет, мы не так не представляем. Ну, хотя кто-то еще модит, панели доллары еще приносят. Ну, нет. заранее готовится. Заранее. Заранее готовится, и еще много. это у нас как получается почти, да, еще там, еще там, ну, 10 долларов там еще половина. Наш уровень жизни. Да. И еще, кроме этого, позитивование недели, есть позитивование благодарения, намещение отдельно, стройка молитв, мало имущество еще, помочь еще, да, еще студенты, по празднике, да, еще там семейные праздники, день рождения, еще годик, еще там, еще ребенок, да, еще там, да, очень многое, кроме десятины, десятины, да, это все, десятины, все мы делаем, еще, кроме этого, едим недели, вот такие, такие, такие. И на миссионерские, и на телевидение, еще телевидение, импакт. И еще родителям 10 процентов, они научены, родителям 10 процентов. Дети обеспечивают родителей, то есть 10 процентов отдают. Учения небесному отцу, небесному отцу, это десятину, земному отцу. А разве не родители должны десятину детям давать? Нет. Нет? Есть время на все. Всему свое время пишет. У них время, когда они, пастор Данилов имел слово в Ифании, и он как раз обратился к детям, обратился к родителям, и говорит, чтобы вам было благо на земле, то вы, где ваши сокровища, там и сердце вы помогаете, несите туда не только словом, но вы с пустыми руками туда не идите. А говорит, у нас в Корее навел пример, что десятина для родителей. Сначала небесному отцу, десятая часть, а тогда земному отцу. А как ты, говорит, будешь любить, если твое сердце не да? Ты должен принести, и таким образом они учатся. Я как-то заезжаю к родителям, и временами что-то, ну, хочется же купить, что-то привезти, там, с магазина что-то привезти, там, родители уже в преклонном области, вот, но еще в молодом, преклонном, но в молодом. И однажды мама говорит, сынок, я тебе, я что-то там купил, говорит, я тебе это, я тебе верну деньги, там. Я говорю, мам, считайте, если я возьму единожды с вас деньги, за то, что я там вам купил, считайте, это мое духовное падение. Я так понимаю, что это я духовно упаду и в очах Божьих, и лично я опущу себя духовно, если я от родителей, мам, ну, давайте 5 долларов, потому что я ему хлеб купил, это даже грех, говорю, мам, так думать. Ну, anyway, то есть, но насчет десятины, я это впервые услышал. Смотри, я еще моим... Они обучаются, извините, они обучаются, вот, не тогда, когда в церкви говорят, что сделаем сбор, в церкви и ничего, говорят, у пастора Чонки-Идок никогда в воскресный день нету объявлений за этих 8 потоков, что сделаем сбор, ни одного. Время на это не тратит. Вау. Помимо этого, они не берут заемы в банке построить здание, церковь, большую церковь, этот комплекс, обучающий, он еще больше церкви несколько раз, ни одного доллара ни в банке не взяли. Они только сказали, объявили членам церкви, и уже с малого возраста они понимают, они уже научены, они готовы к этому. Они пожертвовали, еще и остаток остался. 23 миллиона с лишним. Ну, это когда пристройка главной, вот третьей молитвы, эта затрата была еще 50 миллионов долларов. 50 миллионов? Да, USA. Да, USA. А это все, все достроили, еще и осталось, 12 коробов осталось. Каждые недели не 12 коробов, мне кажется, больше, потому что каждые недели еще там и 3 миллиона долларов еще осталось. Каждые недели. Смотри, я однажды служил, я обычно, если я служу в церквах, пастыря приглашают, я всегда вопрос задаю, говорю, на какую тему ты бы хотел, чтобы я служил, есть ли у тебя какая-то тема. Потому что, ну, пастыря знают, как говорится, на злобу дня, так сказать, направление, духовное состояние. в основном постоянно говорит на твое усмотрение. Но один пастырь мне на том берегу говорит, братюра, ой, деньги не дают, ой, грошей не дают. Чайка же, я, видите, перешел на украинскую, потому что он украинский подготовил проповедь на тему, чтобы гроши давал. Я так думаю, вот это, вот эту задачу мне поставил. Я говорю, а в чем-то проблема? Ой, не можем достроить. Ой, уже 5 или 6 лет не можем достроить. Ой, пристройку не можем достроить. И я уже прошу и даю. Ну, я говорю, хорошо, я буду молиться. Перед моей проповедью он встает и снова, этот бедный пастырь, братья и сестры, ну, вот смотрите, ну, нам же надо, нам надо, ну, нам надо, ну, братья и сестры, нам же надо. И я понял, there is something wrong. Что-то правильно здесь, что-то, меня уговаривать, меня пастырь должен уговаривать, умолять со слезами на глазах. Да стыд и срам на мне, если я нахожусь в церкви, я слышу слово. Другое дело, я потом один на один говорю пастыру, уже мы поехали на обед, говорю, слушай, ну, ты хлебом питаешь, духовным хлебом питаешь народ, может, ты не питаешь духовным хлебом народ, что люди так не хотят давать, что ты 6 лет пристройку к церкви не можешь построить. и там парковки, нельзя заехать, парковок нет, по грязи едет, но это стыд, не срам. Я прошу прощения за такой откровенный разговор. Поэтому здесь, здесь как, здесь вопрос, что вопрос финансов, вопрос финансов, это не самый последний вопрос в делах благовестия, в созидании церкви, это не самый последний. Наши бедные пастыря уговаривают каждое воскресенье. Я прошу прощения, потому что я же не обманываю. Это же перед Богом стоим и эфир-то прямой. Ты мне сказал, вернее, это, брат Петя, что вообще за 8 потоков ни разу не говорят воскресенье. Ни разу. Ни разу. И слова даже нет. Чтобы было, они сами понимают, они сами после служения, после потока выходят. И вот удивительно для меня, многие заметили, наши славяне, которые ездили, смотрели на их на служение. Как они успевают? За 10 минут один поток выходит, втрое заходят. Ну, это я был. Буквально 10 минут. Да, да, да. Помимо этого, дорогие друзья, чтобы вы знали, они успевают еще принести жертву. Видишь. Это не значит, что они ушли и ничего не оставили. Это значит, что они не только побыли на служение, вкусили глаголов благой жизни, они еще нашли время за этих 10 минут зайти, отметить своих специалистов. оставить туда, туда, туда на служение. Но обязательно они это сделают. Жив Господь. Жив Господь. Сколько благодарен. как мы не можем благодарить Господу? И это, когда, если средство не идет, значит, нет веры, нет сердца в том, когда мы говорим, что мы Бога любим, да, а Бог, почему именно, Он подчеркнув, испытывай меня, действенное, действенное принесение. Сколько я благословлю меня, смотрите, испытывайте меня, хотя, вот это, с этими. Потому что, Бог сам не нуждается в этом, никакие средства, ничего не надо. Его золото. Да, золото, да, все его. Да. Но Он говорит, ради того, чтобы я, так, сколько я буду еще благословить вас, вот в этом теле. Да. И, а это, когда, вот это, где твои сокровища, там будет твое сердце. Да? И поэтому, Бог хочет, чтобы наше сердце было Богом, источником благословения и нашей жизни. Да? И поэтому, вот я нашим детям тоже, да, все, смотрите, а когда вы родились, а кто кормили? А кто одели? Когда не умели еще ходить, да, кто подали руки, чтобы вы научились ходить? А кто отвечали за все? А Бог через родителей. А когда время настанет, тогда твои папа будет дедушка, мама будет бабушкой и расслабиться, силы не хватает. Кто должен подать руки? Дети. Дети. А кто должен кормить? Туарет. Дети. Да? Насколько крепки ваши семейные устои? Насколько вот узы семьи, дети, отцы, родители, дети, насколько они крепки? Корейские семьи? Да. Это очень тесно. Тесно. Да, у нас. Потому что почитание или почитение родителям не просто словами, а материальным. Имеешь ли ты право, имеешь ли ты право, как сын своего отца, отец твой не имеет фейсбука, отец не имеет интернета, не понимает, как с интернетом, у него только старая, потрепанная Библия, истрепанная Библия, такая вот, такая вот, ну бумажная, и он не может, он не может выйти на интернет, он не понимает хорошо современного. Имеешь ли ты право унизить его или сверху вниз смотреть на него и сказать ему, ты уже старый, ты ничего не понимаешь в жизни? А это, нельзя, большие очки века. Смотрите, вот, израильские народы, да, израильские народы, они, да, до последнего времени, да, изучают о вере кого? Авраама, который существовал 4 тысячи лет назад, да, и Исаака, Якова, Иисус Новин, все изучают, да, все, они учатся, научатся. Из-за того, вот еще, все израильтяне, евреи, остались оставленные, 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 и которые еще, не догоняются, современные, это наша жизнь. Из-за этого, надо понимать, да, они изучают по-старому, это очень большая ошибка в последнее время, это в том, что современность, это самое лучшее, самое лучшее, самое хорошее, В этом большая ошибка. Нашей веры нет. В последнее время найдется ли вера. Значит, наши молодежи должны понять, что все надо научиться от своей дедушки, бабушки, отца и мать. Самое последнее не означает, что самое хорошее в Царстве Божьем. А самое древнее говорит о том, что это проверенное, временное проверенное, временем проверенное, и ему можно доверять. Потому что оно испытанное и проверенное. Совершенно верно. Доказано. Пусть дедушка или бабушка с седовласой, пусть он не имеет фейсбука, одноклассников, и ютюба не имеет, или интернета не имеет, но веру имеет. Да, да. Веру имеет. И этого достаточно, чтобы вера отцов, чтобы она покрывала, фейсбук не покроет, ютюб не покроет, а вера покроет. Да, и большая горячая вера в Бога, жертвенности, да? У кого? Молодые поколения или поколения родителей и дедушка, бабушка. Понимаете в этом? Кто сегодня, вот здесь в Америке, иммигрантские церкви, да? Это большущий этот дом молитвы. Кто приобрел? Молодежьми или? Родители. Родители. Не зная английский, во-первых. Да? Да. День и ночь трудясь. И семья, устройство, дом. Все это, дом молитвы. Все это устроено, чего? Бабушка и дедушка. И папа и мама. Их надо уважать, надо. У них есть святейство Бога, да? Это надо дорожать, нам надо возгородиться перед всеми другими народами, да? И именно о нашей дедушке и папочке, которые пережили, преодолели, победили. Такое на боже явление, святейство. Об этом надо все возгородиться. Сам себе должен это знать, это тенности. И потом, о, нам надо это наследие, духовное наследие. Вот. И это нам надо еще наставлять, да, еще поправить. Это правда, я в этом направлении очень рад, когда пастор Чонг приезжает, когда была эта молитвенная конкуренция. Конкуренция. Вот это вот то, что было на прошлой неделе. Да. И пастор Чонг, он смело, герзновенно, как человек-служитель со стороны, который очень много молится о славянском народе. Бог ему открывает, дает слово. Я не раз, находясь с ним вместе, замечал. В данную местность он приезжает, в данную церковь. Он никуда не идет, не дает культурные программы, его это не очень интересует. Он человек сам по себе очень развит, но он пребывает в молитве, что Бог скажет, какой месседж дать для этого, для этой церкви, для этой местности. Он выпрашивает у Господа. И он, как передатчик, передает то слово конкретное, которое надо. И я помню, несколько лет назад мы были в одной церкви, и приехал туда Вальтер Чаневский, который как раз руководил, был ответственный за похороны нашего брата Беспалова, служителя, евангелиста. И он говорит, братья, служителя, это то слово, которое мы должны изрекать в наших церквях. Но у нас не принято, как бы нету такого авторитета сказать о пожертвовании. Это сразу идет, о, это пастор хочет себе, о, это пастор под себя. А он говорит конкретно то, что недостает в славянской церкви. Жив Господь. Друзья, наша тема была, если вот, я думаю, что цель достигнута на примере друг друга, и славян, и корейцев, показать правильный образец служения Богу. Есть очень много благословенно у наших братьев и сестер корейцев. Не менее много благословенно у славян. И вот представляй, что является собой настоящая церковь. Мы можем показать настоящую красоту церкви Иисуса. В этом и заключается красота. Но вот эти добрые примеры мы обязаны им и применять в нашем практическом служении. И в молитве, и в служении, и в пожертвовании. Поэтому, братья, спасибо вам огромное. Пастор Дэниел. Спасибо. Пастор Пётр. Пастор Дэниел, благодарю, что ты настоящий славянин. Настоящий. Победаешь пожизненно и говоришь до конца смерти. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Это была программа «Влияние». Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте» и будьте благословен. Всего хорошего. Аминь. Аминь. Спасибо. 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 Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.